Добрый день! 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 Что для нас было очень важно. Потому что спектакль хореографический. И история рассказывается только посредством танца, посредством движения, посредством чувства эмоций. И модерн – это именно тот стиль, где зритель может четко прочитать по движениям всей труппы или солиста, который сейчас выходит на сцену, о чем мы говорим. Поэтому выбран именно такой стиль. И поэтому так и назван этот спектакль – спектакль модерн. Это как книга, которую зритель сможет открыть и прочитать. Кто принимает участие? Кого мы увидим на сцене? Что это за люди? Это профессиональные танцоры и танцовщицы? Да, безусловно. Это профессиональные танцоры. Это люди, которые уже закончили какие-либо вузы на факультете хореографии. Это очень молодой коллектив. И мы очень гордимся тем, что это молодая кровь. У нас есть участница, которая 18 лет. У нас самый старший участник, если я не ошибаюсь, это, по-моему, 24 или 25 лет. И для нас это очень важно, потому что когда на сцене не бывалый взрослый артист, который может в какой-то момент просто включиться, а когда на сцене молодые, очень с горящими глазами люди, у которых сердца бьются в унисонный в такт музыке, это такая энергетика, это такая настоящая жила, что для зрителя будет являться еще большим вдохновением и еще большим желанием узнать, о чем этот спектакль, почему это все так происходит. И мы очень гордимся нашими танцорами, которые, в принципе, являются для нас в первую очередь вдохновением всегда. Потому что, приходя на площадку, можно, в любом, мы же тоже люди, можно в любом состоянии прийти на репетицию, и ты можешь быть абсолютно опустошен. И когда ты даешь какую-то хореографию, видишь, как они это делают, видишь, как они забирают у тебя каждое движение, ты понимаешь, что вот это вдохновение к тебе приходит, ты хочешь давать и давать, и давать вот ту хореографию, те номера, и иногда даже план по выполнению, грубо говоря, постановок превышается. Переуполнение. Да, абсолютно. Потому что они очень трудолюбивые и очень горящие, скажем так. И поэтому вот так получилось, что трупа молодая, и для меня это очень важно, и для меня это большая гордость, и я понимаю, что они смогут полностью открыться на сцене и отдать вот все абсолютно зрителю. Ну, можно сказать, это такой будет горячий спектакль модерн. Я уже так поняла по вашим объяснениям. На какую целевую аудиторию он направлен? Кто сможет прийти и посмотреть? Стоит брать с собой детей или нет? Вы знаете, нам не раз, кстати, задают этот вопрос, и мы всегда отвечаем, что этот спектакль действительно для всех. Потому что в нем затрагиваются какие-то темы, эмоции, чувства, которые присущи абсолютно каждому человеку. Независимо от возраста? Ну, я думаю, что, наверное, от лет 14, когда ты уже не ребенок, и когда ты уже многое можешь почувствовать, многое сможешь уже осознать и понять. И до абсолютно безграничного возраста. Тут, наверное, главное, чтобы человек прожил какой-то все равно этап в своей жизни. Пускай это будет 14 лет, это будет, например, первая любовь, или это будет какая-то очень важная эмоция в жизни человека. Либо это человек уже достаточно взрослый, который прожил очень много событий в своей жизни. И вот абсолютно каждый сможет для себя найти в этом спектакле какой-то свой... Свою изюминку, свой ответ, возможно, да? Свой ответ на какой-то волнующий вопрос. А чему может научить спектакль? Вы знаете, он... Мы специально не можем рассказывать о сюжете. Это наша вот такая... Не хотите раскрывать всех секретов? Да, потому что сюжет мы скрываем преднамеренно для того, чтобы каждый зритель в зале по мере прохождения спектакля смог пережить те эмоции, которые переживают сами герои на сцене. Для нас это очень важно, чтобы мы не давали изначально зрителю никаких штампов. Чтобы мы в либретоне рассказывали, что есть хорошо, что есть плохо, кто положительный герой, кто отрицательный. Потому что в нашем спектакле все как в жизни. Не бывает белого и не бывает черного. Есть море полутонов, и каждый зритель для себя найдет в каком-либо герое себя. Он найдет зеркало, в которое он сможет посмотреть. Он сможет заглянуть в свою душу и действительно, как вы сказали, ответить на какие-то для себя вопросы. И поэтому у нас завеса тайны. Для какого-то определенного момента для зрителя нахождения. Вот зал «Москомедии» — это, по-моему, полторы тысячи зрителей. И мы хотим, чтобы каждый зритель в этот момент был сам с собой наедине. И смог через призму нашего спектакля заглянуть вовнутрь себя. И смог понять, что он делает правильно, а что он делает неправильно. Как это выглядит со стороны. И, возможно, что-то пересмотреть в своей жизни. А, возможно, наоборот, утвердить себя, поняв, что действительно, наверное, он делает вот так. Так ему комфортно, так ему хорошо. И этот поступок действительно правильный, да. Кроме Одессы, где-то еще будет представлен спектакль? Собираетесь ли гастролировать? Или пока еще будете завоевывать чисто одесскую публику? Ну, Одесса — наш родной город, наш любимый город. Поэтому, безусловно, конечно, премьера обязательно должна была состояться здесь. Конечно, безусловно, есть в планах сделать несколько спектаклей в других городах. В самых крупных городах Украины. Но это пока только планы. Я надеюсь очень, что у нас все получится, и что после премьеры, что она пройдет хорошо, и что после премьеры у нас будет возможность, конечно, вывести его по нашей стране и показать еще другим зрителям в других городах Украины. Параллельно реализовываете какие-то проекты или сконцентрированы именно на спектакле, именно на этой разработке? Сейчас у нас все силы уходят только на спектакль, потому что у нас репетиционных дней шесть в неделю. У нас один выходной. Каждый день расписан полностью по... На репетицию вызываются разные участники. У нас есть определенные расписания, в котором, например, сначала идет репетиционный процесс для сольного номера, потом для партии других исполнителей, потом у нас собирается полностью вся труппа, все расписано буквально по минутам, плюс какие-то еще организационные, конечно, моменты. Поэтому сейчас катастрофически не хватает времени для того, чтобы заниматься чем-то еще. Потому что когда мы только-только начинали репетиции к чемодану, мы параллельно действительно готовились к конкурсу в Киеве, на который мы ездили, и поняли, что это немножко нереально для нас, потому что каждый номер, я уже об этом говорила, тем более спектакль, тем более каждая партия в спектакле, это огромная часть себя. Во время любой постановки мы никогда не делаем ничего поверхностного, и мы никогда не делаем ничего, чтобы было, знаете, как по рабочей схеме, как ремесленничество какое-то. Для нас это не имеет никакого смысла. Каждый номер должен жить, он должен быть каким-то человеком, действительно, живым организмом. И когда мы готовились к конкурсу и параллельно начинали уже репетиции к чемодану, мы понимали, что, наверное, это будет последний конкурс перед премьерой, потому что совмещать было нереально, просто нереально. Сил не хватало, и времени не хватало, и не было вот того посыла, который должен был быть. А мы сориентированы только на то, чтобы работать вот на износ полностью, чтобы вкладывать максимальное количество эмоций, мыслей в тот номер, который мы делаем. Поэтому пока мы заняты только спектаклем, и вот работаем только над ним. Ну, я желаю вам удачи в премьере, чтобы все состоялось так, как вы задумали, и даже лучше, и вы смогли донести зрителю ту мысль, которую таите сейчас и держите в таком большом секрете. Я напоминаю, у нас в гостях была Лёля Белинская, один из режиссеров-постановщиков спектакля «Чемодан». Спасибо еще раз, что пришли к нам на эфир. Спасибо, что пригласили. Ну, а в студии для вас работала Ирина Рогозянская. Это был «Добрый день на седьмом». Не переключайтесь, дальше только интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова